Уважаемые друзья, здравствуйте! Культура огурца, конечно, отличается универсальностью в том смысле, что существует огромное разнообразие сортов и гибридов данной культуры, и их можно выращивать как в условиях открытого грунта, так и в различных сооружениях защищенного грунта, как в пленочных теплицах, так и отапливаемых теплицах. Среди таких сортов и гибридов огурца, конечно же, специально созданы для выращивания в условиях комнаты, балкона, и в зимний период, и в летний период, конечно, обращают внимание селекционеры на габитус самих растений. Если мы сравним растения, которые предназначены для выращивания как горшечная культура в условиях комнаты, балкона, зимних садов и так далее, и сравнить обычные сорта гибрида, которые предназначены для выращивания в защищенном грунте или в открытом грунте, мы замечаем более компактность сортов гибридов, которые предназначены для выращивания в контейнерной культуре. Если сравнить, мы можем заметить, вот растение, конечно, тоже леновидное, достигает высоты до 2 метров и выше, в то же время и стебелек значительно тоньше, чем у обычных гибридов, и междуузлие, значительно хорошее, достигает максимум 4-5 сантиметров, В то же время, конечно же, мы также замечаем и боковые побеги первого порядка значительно меньше по размеру, по мощности. И самый главный еще признак в том, что вот мы сможем сравнить листовой аппарат у данных гибридов значительно меньше по площади, если мы сравним с обычными, так скажем, сортами, гибридами, которые предназначены для защищенного грунта. Здесь гибриды, которые предназначены для выращивания в комнатных условиях, в горшочных условиях, значительно меньше. Естественно, это сделано специально, селекционерами создано, чтобы, во-первых, если мы выращиваем в условиях в комнаты, в горшечной культуре, условия все-таки формируются вокруг растений значительно хуже, чем, например, если даже мы создадим специальные условия, досвечивание значительно хуже, чем, конечно же, летний период или весенний-летний период теплицы. Даже в таких условиях эти сорта гибриды прекрасно растут. Вот мы можем заметить, на растении формируется большое количество плодов, как в побегах первого порядка, достигли, конечно же, определенных размеров, в то же время мы можем заметить и уже формированы. На побегах первого порядка в каждом узле также формируются вот такие плодики. Как и другие гибриды огурца, которые предназначены для защищенного грунта, и здесь тоже есть пучковый тип расположения, и, естественно, также требуется определенные условия, температура и влажность, и освещение, чтобы растения могли использовать свои потенциальные возможности. В данном случае данный гибрид выращивается в теплице, в грунте, и тоже относится абсолютно идентичным при выращивании в горшках. Полив, подкормки, формирование растений и создание определенных условий освещенности, влажности, температуры и так далее. Но, тем не менее, в связи с тем, что растения такие компактные, на единице площади, естественно, можно разместить большое количество растений. К тому же, конечно, не только вот вегетативная масса, листовой аппарат отличается от других гибридов, в то же время, конечно, у растений данного гибрида также формируется меньший размер корневой системы, что также является важным параметром при выращивании данных культур в горшках. Итак, уважаемые друзья, вот перед нами гибрид огурца-муравейник в течение всего его вегетационного периода, и весной, и летом, осенью, зимой. Ну, естественно, в связи с тем, что в весенне-летний период мы все-таки выращиваем огурцы в защенном грунте или в открытом грунте, вот такие гибриды позволят нам выращивать в комнатных условиях, в горшках, и таким образом, конечно же, получить вкусные и красивые плоды в зимний период. Итак, уважаемые друзья, вот один из гибридов, гибрид-муравейник для выращивания в горшках, в контейнерах. В принципе, в течение всей вегетации, ну, лучше всего, конечно, подходит осенне-зимний, зимне-весенний периоды. Субтитры создавал DimaTorzok